Когда я вам сказал, вот, опять вот они все в солярке были, и вот они потихоньку отмирают. Вот, было дерево и нет. Кстати, оно было живее, более здоровее, чем это тоже. Вот, эти, и он все высох. Все, результат вот этот. Здесь даже, по-моему, ручейок был. Вот такие, наши птички тоже были. Видно было, что вот, видите, он махнет. Оно все ближе и ближе идет. Здесь вот пока камыш растет, и так, в болоте, кстати, пока солярка не проходит еще. Как только грунтовая вода будет выше подниматься, она потихоньку будет уходить в озеро. Ну, в первую очередь тех, кто обитает в озеро, это для рыб, для птиц, которые прилетают сюда. На зимовку мелких микроорганизмов, которые занимаются, вернее, это водятся в реке. У нас, кстати, здесь неподалеку красный камень называется, там у нас вот такие рачки водятся. Рак перестанет водиться там. Живое потихоньку будет исчезать, потому что их место будет занимать солярка, вот эти остатки нефтепродуктов. И ничего не будет здесь расти. Люди все равно хоть и запрещены здесь купаться, летом очень много народу сюда приходит купаться. И всех не выгонишь, всех не оштрафуешь. Хотя, мне кажется, этим у нас никто и не занимается, чтобы запрещали купаться. Бывает, что люди сюда и до самого берега на машинах приезжают. Ну и эти нефтепродукты будут на поверхности воды, да? Да. По данным ученых, да и мы сами тоже делали небольшие условия, когда одна капля солярки действительно покрывает пять квадратных метров водной глади. То есть гляне с водой будут покрыты вот этой масленистой пленкой. И тогда кто в грядке, кто сможет уже купаться. Не то, что купаться там, и живые организмы не будут водиться. Просто мы будем потихонечку губить, губить, дальше все живое. Включая в первую очередь свое озеро.